Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Самоедские будни. Меня зовут Маша, это Миша. Вон там летелся Серега. Мы приехали погулять в лес. Приятного просмотра вам! На улице такая жара, а в лес зашли так прохладно, свежо. Такой запах хвойный, приятный. Вообще, здорово! Тихо, тихо. Все, лужи налили. Тихо, тихо. Все, лужи налили. Все, теперь я. Отстань. Извини, Миша. Давай чуть-чуть. Уходи, я сейчас закусываю. Нас все спрашивают, почему медведь такой грязный. У нее морда грязная, потому что она вот так вот пьет целый день по жаре, ест, потом лежит на траве. О, сейчас Серега. Ау, ау, ау! Миш, поднимите свой хвостик. Сейчас прохладненько водичкой. Миш, представляю, как все хорошо будет. О, холодненького охлаждения. Сначала самоеду нужно намочить, а это целое дело. Нет, грубо. Сначала самоеду нужно снять ошейник. Ты? Да ты не манивалась. Ну, что делать, Миша? Надо купаться. Купаться надо. Мы же давно с тобой не купались. Уже страшная такая. Вчера нам даже замечание на прогулке сделали. Что же у вас такая собака грязная? Ну, конечно, нашли, что ответить. Но все-таки, да, Миш, что бы не спрашивали. Мы же не грязнули, как-то. Мы же чистый белый самоед. Правильно? Значит, нам надо быть марку держать. Да, Мишонь? Так, у меня вот такой шампунь. Ничего не могу сказать, но могу сказать, что он не отбеливает. Вот это я могу сказать. Ну, так, в средней паршивости. Видали, и получше, как говорится. Удобно, что у него вот такая вот насадка. Ой, сколько говняшек там у тебя, Миш. Нам нужно срочно расческа. Так, пошла я за расческой. Я не ушла, я здесь. Я пошла за расческой. Ну что, у тебя там видишь? Как Ольки. Ой, ужас. Кошмарики вообще. Какие. А-а-а! Ух! О! Ух, ху-ля! Не дает кушать, блин, противно, так как в нее налипло. Добавляем сливки. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня все пошло не по плану просто... Потому что я вот так выгляжу... Давай пррррррг! Обычно она после того, как ей пррррррг говорят, делала должна этом... Ну не сейчас, Миша Давай пррррр... Давай! Давай пррррр! Давай... ... бррррр животных! Давай-давай! И гавка, давай прррр! Медведь! Кричать нельзя! Наглохла, да? после воды. Давай еще. Неужели я это сделала? Теперь будет под халатом лежать пару часиков. Потом посушимся, может, феном. Или так сама высохнет. Такая жара стоит, наверное, градусов 35. Друзья, всем привет. Сегодня уже другой день. Но мой ты, медведь, так. Обязательно надо уйти, если я начинаю разговаривать с камерой. Потому что это весьма странно для собаки, понимаете. Друзья, сегодня приглашаю вас вместе со мной приготовить фаршированные баклажаны. Я вам покажу, как я это делаю. Мне кажется, что мой рецепт очень крутой, очень вкусный. Уже несколько лет готовили такие. У меня вот тут баклажанчики, значит. Смотрите, как я их делала. Я отрезала им шляпки. В четырех местах убрала чистилкой шкурку. Надрез сделала. Причем я их вначале поставила вот так устойчиво, чтобы им удобно было лежать. И вот как они встали, я вот так вот разрезала. Но не от начала до конца, только в середине и достаточно глубоко. Потом я их полчаса держала в соленой воде, чтобы из них ушла горечь. Затем достала, отжала, вытерла, полила оливковым маслом, присыпала солью. И сейчас они у меня отправятся запекаться в духовку, которая разогрета до 200 градусов, примерно на полчаса. А в это время, пока они запекаются, мы с вами сделаем такую зажарочку из овощей, куриного фарша, зеленушечки. Вот томатную пасточку достала, вот тут оливкового масла налила. В общем, сейчас будем делать. Сейчас мы только поставим баклажанчики. И начнем дальше делать. Надо было их, конечно, запечь заранее, чтобы они остыли. Так. Ну что, приступаем. Надо что-нибудь нарезать. Фарш, на самом деле, можно уже положить заранее. Но сначала у нас туда пойдет чесночок. Давайте сейчас все. Причем я, знаете, как чеснок, он теряет свой вкус. Получается, если ты чеснок добавляешь с самого начала, под конец ты, в принципе, уже его чувствовать не будешь. А я люблю, когда чесночок так нарочито звучит. Поэтому, когда буду посыпать баклажаны сыром, я в этот сыр еще добавлю чеснок. И уже, когда он будет запекаться, будет совсем другая картина. Причем, смотрите, в оливковое масло я добавляю чесночок, ставлю на девяточку. В общем, вот, пока у меня жарится лучок, потом я добавлю фарш. Потом только уже морковка и все остальные овощи пойдут. Я еще, знаете, что хотела сказать? Не по теме баклажан. Мне очень часто задают вопрос. Блин, мне очень часто задают вопрос. Прям великий блогер. Три подписчика, шесть лайков. Мне очень часто задают вопрос. Ну ладно, несколько раз меня спросили, что... Когда вы там намереваетесь в путешествии, рвануете? Когда будет готов ваш дом на колесах? Вернее, на самом деле, если вот мы кого-то встречаем на улице из знакомых, кто знает, что мы делаем дом, это первый вопрос. Ну что, когда? В общем, ситуация следующая. Я хочу так немножко рассказать. Мы и-то и сами, в принципе, рады, но почему у нас все это дело затянуло? В общем, это дело затянулось, потому что Серега-то у меня работает, получается, на работе он, естественно, устает. У него такая работа. Он в автосервисе работает, естественно, нагрузка. Ему нужно отдохнуть, выисхаться. Потом дома есть всякие разные дела, которые нужно делать. Документы, какие-то вопросы. Там то за квартиру заплатить, то за все, то туда поехать, то сюда поехать, то поехать привезти то, что я, например, не могу сама притащить, да, то еще какие-то дела, то по работе какие-то дела, которые в выходные могут возникнуть, что-то какие-то детали, то своя машина сломается. Конечно же, он работает над домом на колесах, да, он делает. Вот вчера он целый день был. Мы с Медведем потом вечером пришли, принимали работу, которую он сделал. Значит, что он сделал, получается, за вчера? Он сейчас проектирует кровать, зашивает столешницу, зашил, сделал полочки, чтобы они там открывались, уже отбил потолок, установил камеру, установил телевизор. Осталось, в принципе, немного. Осталось только зашить боками, доделать уже кровать, доделать полы. И вот так-то, в принципе, он готов уже этот дом. Можно даже в таком виде, на самом деле, бросить матрас, поехать куда-то, съездить недалеко, обкатать его. Но мы сейчас расставили приоритет, и понятно, что, наверное, нельзя так вот себя загонять, как Серега, да, работать на такой тяжелой работе, делать вот эти все дела домашние, и еще плюс от зари до зари в выходные ремонтировать машину. Поэтому я ему сама говорю, высыпайся, отдыхай, наберешься сил, потом пойдешь же, сделаешь что-нибудь походку. А у него так, местами, конечно, уходит это вдохновение, как у всех. Я вот как художник, например, его прекрасно понимаю. Я понимаю, что мне нужно закончить какую-то картину или работу, которую я начала, и у меня вообще нет вдохновения никакого. Вот и у него то же самое сейчас, когда... Причем, когда я его начинаю отвлекать, когда мы с медведем придем, и он там что-то делает, у него сразу все пропадает. Он говорит, поехали туда, пойдем это сделаем, то и сделаем, погуляемся. Очень нет вдохновения. Ну, я и не напрягаю, потому что, когда я начинаю напрягаться, спрашивают, а когда вот это, а когда кондиционер? Он начинает жутко нервничать, раздражаться. Вот вчера тоже ездили, там, в лес ходили. Нет кондиционера в машине, не работает. Нужно там с проводами разобраться, а у него нет вдохновения. А мы как-то без кондиционера. Я ему говорю, слушай, ну ты когда привози, давай сюда нашу машину, Ниссан, а он Ниссан на работе оставляет, а на эти приезжают. Типа, буду делать на выходные. И мы, оказывается, оказываемся на выходные в машине без кондиционера. Вот. Ну, он, короче, раздражается из-за моего вот этого вопроса, когда кондиционера, когда то. Хватит меня спрашивать. Все будет. Вот. Так что я уже поняла, что я напрягать не хочу. И сама так подуспокоилась с этой темой. Ну, уже, уже вблизится финал. И уже, конечно же, мы и документы готовим, и что-то думаем, как да что. И обязательно поедем. Обязательно буду рассказывать, показывать. И ничего от вас не ускользнет. Вот. А вообще, в последнее время не особо прям такое есть желание снимать, потому что я поняла, что хочу для себя оставлять. Я поняла, что когда я с камерой, у меня немножко по-другому все воспринимается. Я имею в виду жизнь. Реальная жизнь. То есть я, получается, фильтрую, что я говорю. Если что-то не так сказала, там, начинала. А может, переснимем. Блин, а жить когда? Да. Вот. Так что с домом на колесах. Вот такие дела. Пока постепенно все идет. Мы не торопимся. У меня внутри такой есть легкий мандраж по поводу того, что вот будет все готово. Надо будет куда-то ехать. И мы так долго этого хотели, что как-то даже не по себе. Как-то даже какое-то чувство, не знаю, не страха, а волнительно. Очень волнительно ждем этот момент. Вот. Так что вот так. Еще хотела рассказать по поводу медведя. Вот я, кстати, думаю, сейчас я разверну немножко. Я, кстати, думаю, что я все-таки не зря не делаю прививки от бешенства. Вот сейчас делали прививку от бешенства. Я расскажу, что происходит с медведем. Причем, если пенять на жару вот эти все симптомы, то, не знаю, она всю жизнь живет. Не было такого. И жара была, и по-всякому было. И в жару мы их бегали, гоняли, да. Списывать на возраст, ну, как бы тоже, не знаю. В общем, собака, не то ли у нее что-то с почками. Она пьет две миски воды и даже больше. Она постоянно хочет в туалет. А мы с ней выходим. Она метит каждый куст. Такое бывает только птечку. Сейчас птечки у нее нет. И собака очень такая грустная, строгая. Лежит, отдыхает. Кушает нормально, видимо. Так бы я подумала, что может у нее какое-то там отравление или что. Но вот такие симптомы, я вам хочу сказать. Понятно, что собака не совсем здорова. Это видно. Потому что собака абсолютно другая. Поэтому я думаю, что все-таки я не зря ее берегла. Ну, не знаю. Я надеюсь, что она отойдет, придет в себя. Может. Это у каждого бывает. Не знаю. Надеюсь, все будет в порядке. Вот. Может, может, это действительно от жары. Потому что жара сейчас в Москве стоит. Ну, реально. Градусы, наверное, 35 точно. Просто вот я стою, я вся мокрая. Мокрая, да. Просто. Так, ну, смотрите. В общем, что? Я думаю. Буду еще пока жарить. Потом добавлю томатненький сок. Это не томатный сок. В общем, здесь смотрите. Здесь у меня 4 столовые ложки томатной пасты. Ну, если с горты брать, 4 столовые ложки. Я разбавила кипяточком, водичкой. И вот такое вот у меня, значит. На наш вот томатную пасту положим. Так вот. Не знаю. Надеюсь, что немного. А то я люблю пересолить в последнее время. Не знаю. Вроде ни в кого не влюбилась. Вообще. Я от этого далека. Ну, конечно, мужа люблю. Очень-очень. Это понятно. Ну. Какую-то приправу добавила. Не знаю. Какая-то приправа универсальная. Вот. Ну, теперь, в общем-то, это будет все печься. Так. Ну что. Вот тут почти финишная прямая. Добавляем зелень. Так. Можно еще кинзу добавить. Очень вкусно. Но у меня нету кинзы, к сожалению. Это такая баня. Невозможно готовить, когда жаром. Я вообще не любительница вот этих экстремальных погод. Типа, когда очень холодно или когда очень жарко. Всю жизнь мечтаю переехать туда, где очень умеренно. Не знаю. Так. Закиваем. Опа! Хотя, просто у нас так хорошо жить. Можно и деньги заработать. И качество жизни хорошее. Что уж тут говорить. Но душа требует чего-то другого. Так. Смотрим. В общем, вот наши баклажаны готовы. Мы их сейчас еще разъединим вот так вот. Сейчас как-нибудь вот так вот их разъединим. Чуть-чуть вот, чтобы, конечно, лучше, чтобы не разрывались они. Ну, они у меня, да, разорвались, к сожалению. Ну, ладно. Для этого можно, кстати, оставлять шляпки. Не... Я люблю вот так вот такой полуготовый и уже в готовом виде. Мне, конечно, нравится, когда и шляпки отрезаны, и частично шкурка снята. То есть ты за каждым куском не лезешь в рот, чтобы эту шкурку достать. Ну, не знаю. Муж у меня вообще ест так. Без всяких. Это баклажанчики, ледочка. Я думала, мне может не хватить зажавки на такое количество баклажанов. У меня еще, я думаю, останется даже. Ну, мы сейчас попробуем еще, конечно, поплотнее утрамбовать. Вот. Не понимаю, как в такую жару просто можно готовить. Надо самое первое, что делать, когда въезжаешь, ставить кондиционер в кухне. Потому что это, наверное, самое главное. Вот так вот летом, днем приготовить еду. Даже если выбирая между кухней и спальней, то я бы, наверное, поставила в кухне. Потому что можно на худой конец и поспать даже на кухне. Так, сейчас мы тут вот раздвинем побольше. Летом взять или диванчик поставить для этих дел. Просто невозможно. Сейчас пойду, даже вот брошу это все и посижу 5 минут. И здесь вообще не париться. У него прохлада. Я еще поставила прям прохладу-прохладу. Теперь сверху отправляются помидорчики. Так, вот у меня тут разного сорта, поэтому я так в... Ой. Так вот. Хаотичной последовательности. Надеюсь, хватит. Это не факт. Ой, там я вижу медвежонок. Фибра. Вот как всегда. Попадаются медвежьи. Прелести. Волосики. Вот так. Так. И вот так. Ну, короче, вроде. Еще у нас все это. Сок с помидорки. И вот здесь я натерла пармезанчик с чесночком. Можно, конечно, было бы их запечь вначале, а потом в конце добавить пармезан. Но я делаю так, потому что мне это больше нравится, когда, знаете, сырная корочка такая сверху. Не знаю, почему я так люблю. Ну, тут все, в принципе, готово. Баклажан готов. Зажарка готова. Только помидор сырой. Буквально на минут 20, полчаса я отправляю. До 200 градусов сейчас мы разогрели. Я потому что выключала. Потому что здесь вообще невозможно было. И так жар от этой духовки. Она еще совсем не остыла. Красотища. Получилось. Вкуснотища. Вот такой вот баклажанчик. Красота. Будем пробовать баклажанчики. Ледочку. Такая голодная. Не завтракала. Кажется, это очень-очень вкусно. Свет слег. Придется ей постынуть. Все равно. Надо что-то отвлечься, кино кого-нибудь включить. Это просто очень вкусно. Я стала смотреть сейчас сериал. В ритме жизни называется. Кто ищет какой-нибудь классный сериал, вот посмотрите его. Очень крутой. Ну, конечно, я тебя не выпущу. Иди сюда. Здесь сиди. Я не буду разговаривать с камерой. Мы будем есть баклажан. Очень вкусно. Просто нереально вообще. Все. Ложись. И лежи. Да. Можешь смотреть, как я ем. Вкусный баклажан. Нет, тебе не дам. Потому что здесь и мне мало. Я пошла за вторым. Я уже один съела. И сейчас собираюсь съесть еще один. Потому что просто...